Я чувствую сейчас очень едкий запах. А знаете, чем пахнет? А пахнет пуканами, которые загорелись и начали взорваться после моего вчерашнего ролика. Я оставлю ссылочку в описании. Запилил ролик про рубль, НДС, повышение пенсионного возраста и всё такое. Я лучше оставлю ссылочку на этот ролик в описании. Вы зайдёте, всё прочитаете. Боты начали свою активность. Сейчас у меня 533 лайка и 138 дизлайков. 5796 просмотров. Ну, конечно, просмотров. Потом, скорее всего, что и будет 3000 просмотров или 1500, как у меня и было много раз. Точно такой же ролик у меня есть, где 50 тысяч дизлайков и до 50 тысяч просмотров. Три раза у меня находил, потом... Сейчас на том самом ролике про Грудинина около 25 тысяч просмотров. И за 50 тысяч дизлайков. Как такое возможно? В чём смысл? Запилил ролик со своими мыслями. Вчера им пуканы начали взорваться. Им случилось набежище ботов. Которые пишут очень интересный комментарий. Как под копирку. Сейчас я вам прочту. Извиняюсь, я сейчас без микрофона, потому что у меня микрофон сломался. Другой пока что не пришёл. Вот поверьте, поднимут НДС на 2% и никак это на народе не отобразится. Все как жили, так и будут жить. Снизу Алексей пишет. Повышение НДС никак не отобразится на простых гражданах. Это налог для бизнесменов. И вообще он у нас когда-то был 28%. И что-то я не помню. Такой истерики, как сейчас, когда НДС стал 20%. Устал или нет? Это отдельный вопрос. Вообще НДС входит в стоимость всех товаров, когда ты идёшь в магазин к бизнесмену. А все магазины частные, то там закладывается цена в НДС. Вот боты, они не могут это понять. Здесь интересный комментарий пишет Эмма Новикова. Вы всё верно сказали мне отлично. Мама говорила, что в 90-е, когда меня ещё не было, НДС был 28%. И ничего, жили и не тужили. В 90-е годы, в 90-е годы жили и не тужили, когда развал пошёл. И говорит, и с 27% мы тоже справимся. Следующий комментарий похож на эти предыдущие. Этот их тендер знает хоть и много. История раньше. НДС в стране был вообще 28%. Но раньше вообще было крепостное право. И все жили хорошо, но при крепостном праве, когда рабы были на галерах, их гоняли кнутом. Тоже жили неплохо. Чё ты, баржу потаскал полдня, чё ж кусок получил. Тоже неплохо. А что сейчас? Это всего лишь 20 из 18. Я уверен, ничего не поменяйте. Люди как жили, так и дальше будут спокойно жить. Дальше точно такой же комментарий. Вон этот блохер. Ни дня в жизни не работал, не учил, сплавает в ванной. Ни шиша не знает про пенсионный манёвр. И пытается что-то кому-то доказать. Следующий комментарий Эмма Новикова тоже самое пишет. Мне мама говорила, что в 90-е, когда меня не было, ставка на 28% была. Жили не тужили. А сейчас сказал, что с двотитью мы ничего на жизнь не заметим. Следующий комментарий тоже похож на предыдущий. НДС обычных людей никаким образом не коснётся. Разве что бизнесменов, да олигархов? Ничего страшного проживём. Да как повышение пенсионного возраста не коснётся. Даже хорошо будем жить. Я всех приглашаю поставить дизлайки под этим моим видеороликом. Обязательно это сделайте. Подписывайтесь на канал, поставьте дизлайк. Я, честно говоря, очень философски отношусь к лайкам или к дизлайкам. Тут что-то ниже пишут, глупец лезет, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, там в НДС ещё куда-то лезет, не имеет должного на то образования. Эммочка, образование должное на то не имеет практически никто. Как, не буду говорить, где люди располагаются, не имеют профильного образования, но занимают места. Так и на улице, в любую, как ты говоришь, шарагу, хотя на самом деле это не мочка, а это проплаченные боты сидят. В любую шарагу, в какую ты не зайдёшь, везде люди сидят без профильного образования. Я имею в данном случае про специального образования, потому что 90% или даже 99% выпускников не идут работать по специальности. Конечно же, добавляйтесь в друзья и вступайте в паблик, не забудьте написать, что как жили хорошо, так же и продолжаем дальше жить. Чего я вам, собственно говоря, желаю, я желаю всем моим зрителям, как вы хорошо жили, подписчики, так же и хорошо жить, несмотря ни на что. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok